60 лет назад, 1 марта, 6 часов 30 минут по московскому времени, вот так же, как сейчас темнело. И это был обычный день советской страны, этот день был, начался сообщением о снижении розничных цен, что происходило уже не первый раз в эти послевоенные годы. И советские люди обсуждали этот вопрос, и никто не подозревал, что именно в этот день развертывается драматичное событие на даче товарища Сталина. И вот в 6.30 охранники, которые уже напряженно ждали, почему он не появляется, почему он не выходит из комнаты, зажегся свет. И они успокоились. 6.30, как видите, темнеет, вот включают свет в это время. Они немножко успокоились, хотя это все было очень необычно. Очень необычно. Дело в том, что на 1 марта был назначен обед с участием всех членов, это был воскресный день, все члены партийного руководства должны были собраться. Кроме того, были приглашены дети Сталина. Они не были у него с Нового года. Это тоже как-то необычная вещь. Это 1 марта, это ничего особенного. Это не 8 марта, это не 23 февраля. Почему-то 1 марта. Накануне, в ночь с 28 февраля на 1 марта, происходило на даче довольно затянувшееся застолье. Руководители, 4 партийных руководителя, Булганин, Хрущев, Берия и Маленков, приехали с товарищем Сталином после киносеанса в Кремле. И посидели. Сидели довольно долго. Видно, шла какая-то дискуссия. Правда, охранники запомнили, что выходили все в таком добродушном настроении. И Хрущев потом вспоминал, что Сталин подходил к нему, шутил с ним. В 4 часа утра разошлись. И главный охранник Дмитрий Хрусталев сказал всем своим коллегам, ребята, сегодня спокойная жизнь. Все. Хозяин просил не беспокоить его. Просил только не беспокоить. Это была необычная тоже команда такая. Но все обрадовались. Туков, Лозгачев, Грундеев. Все, в общем, были как-то спокойны, что все будет хорошо. Но вот он задерживался. Никто не подозревал, чем кончится вот этот день. Да, но в течение дня все приглашенные стали обзванивать дачу и спрашивать, ну, когда приезжать. Несколько раз звонила дочка Светлана. Несколько раз звонил Василий. Ответ был все время один и тот же. Движения нет. Движения нет. Раньше все было проще, потому что до мая 52-го года руководил охраной Власик, который несколько десятков лет уже руководил этим, он знал. Но в силу разыгравшейся интриги на даче, дело в том, что в хищениях был улечен его заместитель, Власика тоже сняли. И к этому времени он уже был арестован по обвинению уже надуманному, но Власика не было, а руководил охраной непосредственно министр госбезопасности Игнатьев, который на даче не находился. Старшим был Хрусталев. И вот смятение было среди охранников. В чем дело? Наконец они придумали предлог. Вот придет почта вечерняя, и они пойдут в кабинет с Сталином. Действительно, пол 11-го они пришли, приехала почта, они пришли и увидели, что лампа действительно зажжена, но Сталин лежит на полу, открыта бутылка боржоми. Лазгачев, который пришел с почты, он спросил, Иосиф Исарионович, что с вами, что случилось? Только невнятное какое-то бормотание в ответ. Вас положить на кушетку – как-то вроде знак согласия. Тогда Лазгачев с помощью других охранников его подняли, перенесли на кушетку. Но сестра хозяйка Бутусова сказала, что это короткая кушетка, давайте отнесем его на диван. Они перенесли и тут же позвонили Игнатьеву. Игнатьев сказал, надо посоветоваться с Маленковым. Позвонили Маленкову. Хрущев вспоминает, что Маленков ему позвонил и говорит, вот чекисты бьют тревогу, что-то случилось со Сталином. И они тут же все отправились. Опять эта четверка – Булганин, Берия, Хрущев, Маленков. Они прибыли. Сталин лежал на диване, его покрыло Бутусова пледом. Берия, по свидетельству Хрущева, неизвестно, так это было и нет, посмотрел и сказал, говорит, да, товарищ Сталин спит. Что вы волнуетесь? Что вы панику устраиваете? Пусть спит. И они уехали. Но они уже знали, что его нашли на полу, в бессознательном состоянии. Что его в таком состоянии перенесли на диван. То есть это был классический случай неоказания медицинской помощи человеку, который в этом нуждался. Это было уже первое преступление, которое было совершено совершенно явно вот этими людьми. И они уехали. Охранники все-таки продолжали волноваться и опять позвонили Маленкову. Наконец был ответ, что утром прибудут врачи. В семь часов прибыли врачи. Лукомский, Тареев, Мясников осмотрели Сталина и установили, что сильное кровоизлияние в мозг, что потеря речи, частичный паралич. 2 марта опять никто ничего не знал в советской стране о том, что происходит. Только на следующий день появилось сообщение, в котором говорилось, что в ночь на 2 марта у товарища Сталина, когда он находился в Москве на своей квартире, произошло кровоизлияние в мозг, поразившее области, ответственное за жизненные центры. Ну вот в этом предложении уже было три неправды. Во-первых, не на квартире, а на даче. Во-вторых, не в Москве, а Кунцево в это время находилось за пределами Москвы. И во-вторых, в третьих, не на ночь 2 марта, а 1 марта. Вот эти мелкие искажения правды уже показывали, что авторам этого извещения что-то надо было скрывать, что-то они недоговаривали. Ну, о том, что предшествовало этому и происходило после этого, я уже буду говорить потом. Но 5 марта, после 3 марта, вот весь советский народ, он жил в напряженном внимании. Ждали все время новых сообщений о состоянии здоровья Сталина. 4 марта это были опубликованы эти сообщения. 5 марта, правда, сообщения были тревожные, состояние не улучшается, произошло где-то ухудшение. И, наконец, утром 6 марта было сообщение о кончине Сталина. Получилось так, что я тогда ездил в школу на метро. Я был в 9 классе тогда, и вот я помню, это вагон метро, где все плачут. Все женщины в голос, мужчины молча, но это было незабываемое, конечно, впечатление. Я пришел в школу, кто-то плакал, кто-то просто молчал. Это было искреннее горе, горе, которое охватило всю страну. Никто не приказывал, никто никаких приказов не было, вот, скорбеть. Но стихийная реакция выразилась в том, что толпы людей из Москвы, из Подмосковья, из окрестных областей ринулись в Москву. Правительственную комиссию по похоронам возглавлял Хрущев, но руководители, видно, были заняты какими-то другими делами, и было удивительно все неорганизовано. Произошла жуткая давка, немало людей погибло в этой давке. Но вот это чувство горести охватило всю страну, и это было главным. К этому выражениям скорби присоединялись виднейшие люди мира. Вот в своей речи в Патриаршем соборе патриарх Алексей I сказал, великого вождя нашего народа Иосифа Виссарионовича Сталина не стало. Упразднилась сила великая, нравственная, общественная, сила, в которой народ ощущал собственную силу, которой он руководствовался в своей созередине. В трудах и предприятиях, в которой он утешался в течение многих лет. Нет области, куда бы ни проникал глубокий взор великого вождя. Люди науки изумлялись его глубокой научной осведомленности в самых разных областях, его гениальным научным обобщением, военное его военному гению. Люди самого различного труда неизменно получали от него мощную поддержку и ценные указания. Как человек гениальный, он в каждом деле открывал то, что было невидимо и недоступно для обыкновенного ума. Ну, трудно себе представить, чтобы нынешние иерархии вот сказали бы что-нибудь подобное. И, в общем, глава Русской Православной Церкви тогда выражал чувства всего советского народа. Но руководители крупнейших стран мира также направляли в это время свои соболезнования по поводу смерти Сталина. В послании Мао Цзэдуна говорилось беспредельной скорбью китайский народ, китайское правительство. И я лично узнали о кончине самого дорогого друга и великого учителя китайского народа, товарища Сталина. Немеркнущий светоч товарища Сталина будет всегда озарять путь, по которому идет китайский народ. Послание Джавахарлала Неру, премьер-министра Индии. Служба Сталину, своему народу в мирное и военное время принесла ему уникальную славу. Его смерть вырвала из современного мира личность исключительных дарований и великих достижений. История России и всего мира будет носить отпечатки его усилий и достижений. Соболезнования выразили даже правительство Соединенных Штатов Америки и Англии, хотя в это время мы находились в состоянии холодной войны, острой конфронтации. Премьер-министр Франции писал в это послании, в момент, когда Советская Россия, друг и союзник Франции в войне, переживает утрату своего руководителя генералиссимуса Сталина, я обращаюсь от имени французского народа и правительства к народу и правительству Советского Союза с выражением сочувствия, вызываемого смертью великого государственного деятеля и руководителя Советской Армии. Деголь в это время был не у дел, но авторитет его был огромен. И вот он направляет послание имя Сталина, навсегда останется связанным с памятью о великой борьбе, которую народы СССР, французский народ и союзные народы совместно довели до победы. Это было повсеместно. То есть авторитет Сталина был огромен. И вот это лишний раз позволяет увидеть, как мир изменился за 60 лет в оценках товарища Сталина. Еще в 1942 году Черчилль, выступая в Палате общин, говорит, «Для России большое счастье, что в час ее страданий во главе ее стоит этот великий твердый полководец». Сталин является крупной и сильной личностью, соответствующей тем бурным временам, в которых ему приходится жить. Он является человеком неистощимого мужества и силой воли, простым человеком, непосредственным и даже резким в разговоре, чего я, как человек, выросший в Палате общин, не могу не оценить, в особенности, когда я могу в известной степени сказать это и о себе. Ну вот, ну что же, мир изменился, и тогда мы можем свысока посмотреть на этих людей, сказать, что, ну вот, они были наивные, они не замечали недостатков Сталина, они ошибок его, тяжелых ошибок, а мы сейчас вот уже умудренные историческим опытом 60 лет можем по-другому оценить Сталина. Но так ли это? Я хотел бы обратить внимание, вот как раз уже возвращаясь, так сказать, к теме выступления, наследие Сталина. Вот какое наследие Сталин Сталин? По нынешним понятиям наследство Сталина было небольшим. У него на сберкнижке было 900 рублей. И какие-то старые вещи. Была одна у него слабость. Он собирал часы, ручные часы, коллекция целая. Но эта коллекция исчезла в первые же дни бесследно. Бесследно исчезла его вторая часть экономических проблем социализма. Лично ничего он не оставил своим потомкам особенного. Но, посмотрите, ведь до сих пор существуют предприятия, построенные при участии Сталина как руководителя. И это не слова. Это не просто потому, что Сталин был руководителем. Вот в это время строилось то-то, то-то. Ничего подобного. Любая стройка, которая в это время происходила, в сталинские годы, пропускалась буквально через него. Он обсуждал это на совещаниях партийного руководства, хозяйственного руководства. В книжке о Беломор-канале там много, конечно, таких ошибочных вещей, но одна вещь очень тонко замечена. Вот, говорит, ночь. Усталый директор завода сидит за своим столом. Раздается звонок. Это звонит товарищ Сталин. Вот контроль его постоянный за тем, что делается на предприятиях страны, на стройках. Он был дотошен. Он вникал во все детали. Ну, мой отец – металлург. И вот во время Советско-финской войны было поручено сделать такой бронированный щиток перед лыжами, потому что наша борьба шла зимой, на лыжах наши перемещались. И вот, чтобы защитить стрелка, вот придумали бронированный щиток. Приказ показать Сталину. Значит, пришли в Кремль. Принесли там стрелок был, автомат. Вот, уложили лыжи, уложили броневой щиток. Сталин говорит, нет, давайте я сам проверю. Улегся на лыжи, щиток прицелился. И говорит, нет, ошибка. Бронированный щиток надо удлинить, потому что финны норовят стрелять в пах. Вот надо удлинить этот щиток. И это вот очень типично. Воспоминания говорят, самоходку привозили в Кремль, танк привозили в Кремль, полигон, ракеты проверять. Сталин идет на ракетный полигон. Ракета сбивается с курса, все падают, в том числе и Сталин. Он говорит, еще раз давайте повторим. То есть, внимание ко всем деталям. Какое внимание? Вот обсуждается вопрос. Товарищ Опряткин, сколько у вас там нефти в Краснодарском крае? Он называет. А по сортности? Не знаю. Как не знаете? Вы хозяин или не хозяин? Надо знать по сортности. Обсуждается танк Т-34. Вот мой отец тоже рассказывал, как это. Вот какое-то приспособление придумали. Как изменится напряжение на ось танка, спрашивает Сталин. Незначительно, отвечает инженер. Что значит незначительно? Это не технический термин. Насколько изменится? Расскажите. Вы плохо подготовили мы вопрос. То есть, это как Байдуков говорил. Летчик, вот полярный летчик Байдуков рассказывает. Говорит, Сталин им никогда не удается как-то обойти сложности вопроса. Начнет, говорит, пулять техническими терминами. И он почему? Не просто так, вот ради того, чтобы произвести впечатление. Он очень тщательно готовился к любой такой встрече. Он изучал литературу. Он приглашал сначала специалиста, прежде чем произойдет совещание. Он, в отличие от версии Хрущева о том, что Сталин монополизировал внимание, не давал никому сказать слово, наоборот, он провоцировал дискуссии. Выступает там Тавасян, предлагает одно. Он говорит, а вот, нет, Вознесенский, наоборот. Выступал Вознесенский. Говорит, а у Тавасяна вот другое мнение. Тавасяна здесь нет. Вызвать Тавасяна, чтобы вот был спор, чтобы в споре рождалась истина, чтобы найти оптимальное решение. И поэтому любая стройка страны – это и вклад Сталина в это дело. Почему? Потому что он суммировал эту дискуссию. Он говорил, что в результате этой дискуссии получилось. Поэтому тут не было мелочей. Ну, Молотов потом вспоминал беседе с Феликсом Чуевым. Говорит, работоспособность была какая-то изумительная. Вот, говорит, придешь к нему и скажешь, что вот проблема с танками. Танками будем заниматься. Проблема с Англией. Англией будем заниматься там. Проблема с сельским хозяйством. Будем заниматься. Ответственное отношение к делу. Поэтому, когда в 1923 году его коллеги по Политбюро решили продумать способ как-то ослабить его роль как генерального секретаря, он им написал сердитое письмо. Вы с жиру беситесь, товарищи, говорит. Если надо, говорит, я готов уйти. Я готов уйти. Но вы в это время там прохлаждались. Бухарин писал в это время статьи о литературе. Там лишний раз легнуть Есенина. Зиновьев выступал на совете, на исполкоме Коминтерна о мировой революции. А здесь шли конкретные, очень нудные, тяжелые дела, которые требовали проникновения в детали. И вот так каждый день его руководство. Поэтому, когда Сталин в 1933 году произнес такую фразу, я уже в прошлый раз ее цитировал, не буду повторяться, и она вот довольно длинная, он говорит, итоги первых лет пятилетки. У нас не было автомобильной промышленности, она у нас теперь есть. У нас не было авиационной промышленности, у нас она теперь есть. У нас не было химической промышленности, у нас она теперь есть. У нас не было электротехнического производства, теперь у нас есть. и так далее, целый перечень вот этих производств, то есть эти предприятия ложились в вот эту огромную палитру этих производств, промышленных производств, которые создавала страна. Опять правильная оценка момента. В 1931 году он объясняет, 4 февраля 1931 года, мы отстали от передовых стран на 50-100 лет, мы должны пробежать это расстояние за 10 лет, иначе нас сомнут. Ну, действительно, с чем мы выходили в 1927 году? 1927 год, 10 лет советской власти, 10 лет героического труда советских людей по построению небывалого в мире общества социальной справедливости, но страна-то была разорена до предела, и в 1927 году вышли впервые на 100% по промышленному производству. Вот только до 100% до военного производства. А за это время США, Германия, Англия ушли вперед. И вот в результате у нас танков было, как Ворошилов признаю, в 1927 году, всего 200, включая броневики. Но это все равно, что танки, включая бронетранспортеры. 200, больше было больше. Польша могла нас разбить в танковом сражении, не говоря уже про Германию, Англию, Англию, Франция, Соединенные Штаты и так далее. Борошилов говорит, алюминия мы не производим вообще. Цинка, меди, говорит, у нас полно в недрах, мы до сих пор половину меди вывозим из-за границы. Что-то надо делать, что-то надо делать. Курс ясен. Интенсивное развитие хозяйства. Сталин говорит, потом уже объясняет, мы должны были подхлестывать страну, чтобы она прошла, пробежала вот это расстояние. Иначе мы бы превратились в такую же страну, как Китай, которую терзает каждый, кому не лень. Ну, в это время Китай был в ужасном состоянии. Страна, которую разъедали внутренние гражданские войны, империалисты делили Китай налево и направо. Вот мы не должны быть вторым Китаем. Мы должны стать крепкой, могучей державой. Но для того, чтобы создать промышленность, она должна иметь сырье, она должна иметь... Новые города, рабочие, промышленные должны быть накормлены. А может ли справиться с этим сельское хозяйство? Сельское хозяйство, которое после того, как землю получили крестьяне, оно стало... Крестьянцы стали просто проедать то, что они производят. Товарность сельскохозяйственного производства очень упала после ликвидации помещичьего землевладения. Колхозы были очень высокотоварными, но их было полтора процента на всю земельную площадь. А в основном это мелкое хозяйство. Большую товарность давали кулаки, но они всё равно никак не могли обеспечить, вопреки надеждам правых во главе с Бухариным. Они не могли обеспечить страну хлебом. Да и как? Они не могли применять новую технику. Что такое сельское хозяйство в 1928 году? 27 тысяч тракторов, были два комбайна на всю страну, на весь СССР. И 700 грузовиков. В 1940 году мы имели 531 тысячу тракторов, это после 27 тысяч, 182 тысячи комбайнов и 228 тысяч грузовых автомобилей. Естественно, производительность труда выросла, естественно, выросло богатство страны, и уже этой проблемы не было. Вот, да, это было очень непросто, очень, потому что действительно совпало два голодных, два неурожайных года. Кроме того, для того, чтобы создать промышленность, надо было купить производство за границей. Половина в это время мирового импорта промышленных товаров направлялся в Советский Союз. Там кризис, там нету торговли прекращенной. А здесь мы всё покупали, всё скупали. А на что? На нефть, на хлеб. Поэтому крестьянству пришлось очень тяжело, очень тяжело. Но вот прошло три года, поэтому и недоедание, и голод, и всё. И вот 35-й год, уже отмена карточной системы. Валентин Бережков такой далеко не расположенный к советской власти человек. И переводчик Сталина, но он был уволен из-за того, что его родители сбежали с немцами в Германию. И он, в общем, хотя его устроили неплохо, он работал обозревателем, но он не мог этого простить. Он был приближён к высшим сферам, и поэтому оставил много таких недовольных заметок. И вот он пишет, вот он описывает, но он правдивый, журналисты пишут. Если перечислить продукты, напитки и товары, которые в 35-м году появились в магазинах, то мой советский современник, а он писал это в 90-м году, когда была Горбачёвская перестройка, вот он писал, пожалуй, не поверит, в деревянных катках стояло чёрное и красное икра по вполне доступной цене. На прилавках лежали огромные туши, лососины и сёмги, мясо самых различных сортов, окорока, поросята, колбасы, названия которых теперь никто и не знает. Сыры, фрукты, ягоды – всё это можно было купить без всякой очереди и в любом количестве. Даже на станциях метро стояли ларьки с колбасами, бетчиной, сырами, готовыми бутербродами различной кулинарии. На больших противнях были разложены отбивные антрикоты. В деревнях и в любом дворе в жаркий день вам выносили кружку молока или холодной ряженки и не хотели брать деньги. Ну, к этому можно добавить, что все эти продукты были отечественного производства, экологически чистые, без содержания консервантов. Вот скачок, который был совершён за, можно сказать, полторы-пятилетки. И это уже свидетельствовало о том, что эти усилия, да, очень напряжённые, были не напрасны. Сталинским наследием являются каналы, которые были построены. Беломор-Балтийский канал, Волгодонской канал, канал имени Москвы. Были построены гидроэлектростанции, его программа великих строек коммунизма. Вот эти Сталинградская ГЭС, Куйбышевская ГЭС, которые потом были переименованы, многие другие. Создание мощной энергетической базы. Вот это всё опять тщательнейшим образом обсуждалось у Сталина. Уникальная программа его преобразования природы, вот о которой я в прошлый раз говорил. Даже внешний облик нынешних городов, он во многом обязан усилиям Сталина. Вот реконструкция, план реконструкции Москвы, это при его непосредственном участии разрабатывалось. Метро, конечно, это и при его участии обсуждалось, и решались многие технические вопросы и прочее, прочее. Сталинские жилые дома, высотные здания, которые до сих пор, в общем, служат украшением Москвы. Это что, вот, как говорили журналисты времён Перестройки, лукавая цифра? Да нет, это реальность, в которой мы и сейчас живём. Сталин, вот недавно был такой сюжет по НТВ. Передавали, что ряд архитекторов в Берлине обратилась в ЮНЕСКО с просьбой объявить дома по улице Карла Маркса, Карл Маркс-аллея, памятником зодчества. Она называлась раньше Сталин-аллея. И строилась она, конечно, сведомо Сталина. И вот это сейчас, вот, памятник зодчества. Берлин, Трептов парк. Это Сталин выбрал этот памятник. Ведь он посетил мастерскую Вучетича. И Вучетич ему показал макет, огромная фигура Сталина стоит. Сталин посмотрел и говорит, а вам не надоел этот с усами? И говорит, а вот это что у вас тут? И увидел фигуру солдата. Солдат держал девочку и автомат. Он говорит, знаете что, автомат – это нечто такое современное. Меч ему вручить. То есть, он, вот, вот, этот памятник в Трептов парке – это сталинская идея. Вот Гоголевский бульвар от советского правительства в 1951 году. Кто возглавлял правительство? Сталин. Конечно, этот памятник тоже был продуман Сталиным. То есть, внешний об... Варшава. Как там ненавидят сейчас Сталина? Как там нас ненавидят просто оптом и розницей? А в центре города стоит дворец науки, созданный по инициативе Сталина. И архитектура его обсуждалась с Сталином. – Сталинская высотка такая, такой со шпием? – Да, 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 да. Сталинское наследие – это могучий оборонный комплекс, который до сих пор спасает нашу страну. Ее независимость, ее самостоятельность. Причем, насколько был прозорлив Сталин. Вот, взять воспоминания адмирала Исакова. – 1933 год. Проезжает маленький караван военных судов через Беломоро-Балтийский канал из Балтийского моря Белое. Там на одном из судов Сталин. В Полярном, в кают-компании Миноносца, глядя в иллюминаторы, словно разговаривая с самим собой, Сталин вдруг сказал, что такое Черное море? – Лоханка, что такое Балтийское море? – Бутылка, а пробка не у нас. – Вот здесь море, здесь окно, здесь должен быть большой флот, здесь. Отсюда мы сможем взять за живое, если понадобится Англию и Америку. Больше ниоткуда. И Исаков говорит, что в это время никто, даже в своей религии военно-морских специалистов, не думал о том, что большой флот будет создан на севере. А потом уже вот Юрий Висбор сочинял песню «Пять океанов Земли качает Северный флот». Так идея этого Северного флота была заложена Сталином. Прозорливость. Вот сравнить. Как известно, Америка опередила нас в создании атомного оружия. Но они чуть было не прошляпили. Потому что никто иной, как Альберт Эйнштейн, написал не кому-нибудь, а президенту США Рузвельту письмо в 1939 году, где доказывал, что срочно надо сосредоточить все усилия Америки, чтобы создать атомное оружие, пока его не создали немцы. Рузвельт сказал, что это очень важная вещь. И письмо было положено в долгий ящик. 40-й год. Эйнштейн пишет второе письмо. Немцы в это время захватили всю континентальную Западную Европу. Он пишет тревожное письмо, что срочно-срочно надо. Хорошо. Выделить 6 тысяч долларов на создание атомного оружия. 6 тысяч долларов – это смехотворная цена. Только когда произошел Пирл-Харбор, когда, наконец, японцы затопили значительную часть американского флота, только тогда вспомнили об этом письме Эйнштейна. Вот такова реакция, в общем-то, очень умного, прозорливого западного деятеля Рузвельта. И реакция Сталина. В 43-м году рядовой Флеров, физик, мобилизованный в армию, пишет Сталину военной полевой почтой письмо, где высказывает соображение, что надо срочно заняться атомным оружием. В считанные дни Флеров вызывает в Кремль. И вот уже в феврале, 11 февраля 43-го года, Сталин подписывает постановление об организации работ по использованию атомной энергии в военных целях. Сколько примеров этого? Голованов, просто летчик аэрофлота, пишет письмо где-то в 41-м году, в начале, война еще не началась, он пишет письмо, что хорошо бы, хорошо бы создать дальнобойную авиацию, такую авиацию дальнего действия. И пишет в Кремль. Вдруг ему звонок, что вот за вами будет послана машина, и вас вызывает в Кремль. Он считает, что это розыгрыш, что это чепуха, не может этого быть. Нет, действительно, действительно. Все, и Голованову уже поручают заняться этим делом. И разработка взрывчатки. То же самое. Вызывают человека, который изобрел новую взрывчатку, его поддерживают. И поддерживает Сталин. Наконец, подготовка к обороне нашей страны велась очень серьезно. Ответственно. Наконец, сама война. Ну, сколько написано сейчас «Басин», и их повторяют без конца по телевидению. Сталин растерялся. Сталин все делал не так. Сталин делал войну. Победа была одержана вопреки Сталину. Но если обратиться к воспоминаниям тех, кто на самом деле знал Сталина в это время, то видно, что каждый день войны – это был день сталинских усилий, направленных на разгром врага, на одержание победы. Три раза в день он выслушивал доклады о состоянии фронта. Три раза в день. Причем знал обстановку прекрасно. Он знал по именам отчества всех командующих фронтами, командующих армий, и пофамильно почти всех командиров дивизии. Он очень хорошо знал обстановку. Если обсуждалась какая-то операция, то обязательно накануне Сталин призвал себе специалистов по этому участку фронта, которые с ним обсуждали этот вопрос, выясняли, как, что он корпел над картой. И потом уже подготовленный встречался с представителями фронта, где решались те или иные вопросы. Поэтому здесь сейчас с важным видом режиссер Розовский говорит, надо было воевать числом умения. Вот Сталин этого не знал. Ничего подобного. На самом деле, еще в мае 1942 года у него есть приказ, направленный Тимошенко. Тимошенко просит дать ему резервы. Сталин говорит, нет резервов. Если бы были, на рынке продавались, я бы, говорит, купил вам одну-другую дивизию. Нету. А надо воевать не числом, а умением. Это он прекрасно знал, эту истину. И выбирал, в общем, наиболее точные какие-то, наиболее удачные варианты. Поэтому как вот Сталинградская битва, план Сталинградской битвы, разрабатывался при непосредственном участии Сталина. Жуков и Василевский предложили решение. Тут же Сталин и поддержал. Они только высказали, надо искать другое решение. Сталин из другого конца кабинета говорит, какое другое решение? Давайте, вот, направляйтесь в Генштаб, продумайте, что вы предлагаете. Вот как искорку какую-то он поймал, он уже раздувает эту искорку, чтобы из этого получилось пламя и так далее. И вот это, конечно, все значительно... То есть, сталинское наследие – это победа. Это победа. Сейчас ведь что получилось? Отмечаем этот парад 7 ноября 1941 года. Ни разу не скажут, что это в честь была годовщина Октябрьской революции, что на мавзолее стоял Сталин, что он произнес главную речь на этом параде. Как будто этого не было. Отмечают День Победы. Никогда не вспомнят о роли Сталина, о том, что он был верховный главнокомандующий, он был верховный главнокомандующий, нарком обороны, председатель Государственного комитета обороны, председатель Совета народных комиссаров, генеральный секретарь правящей партии. Он очень серьезно относился ко всем этим делам. Поэтому, конечно, победа – это тоже наследие. Что было бы, если бы у нас не было победы? А вот мнение такого специалиста, человека, который мог судить по этому поводу. Риббентроп вспоминает. В те тяжелые дни после окончания боев со Сталинградом у меня состоялся весьма примечательный разговор с Адольфом Гитлером. Он говорил в присущей ему манере о Сталине с большим восхищением. Он сказал, на этом примере снова видно, какое значение может иметь один человек для целой нации. Любой другой народ после сокрушительных ударов, полученных в 1941-1942 годах, вне всякого сомнения, оказался бы слобленным. Если с Россией этого не случилось, то своей победой русский народ обязан только железной твердости этого человека, несгибаемые волей и героизм которого, призвали и привели народ к продолжению сопротивления. Сталин – это именно тот крупный противник, которого он имеет как в мировоззренческом, так и в военном отношении. Если когда-нибудь, Гитлер еще не выпускает надежды на победу, если тот когда-нибудь попадет в его руки, он окажет ему все свое уважение и предоставит самый прекрасный замок во всей Германии. Но на свободу, добавил Гитлер, он такого противника уже никогда не выпустит. Создание Красной Армии – грандиозное дело. А сам Сталин, без сомнения, историческая личность совершенно огромного масштаба. Но, конечно, о войне все-таки у нас помнят, помнят, чтят память 9 мая, хотя несправедливо замалчивают память руководителя и организатора этой победы. Но была и мирная жизнь. Ведь наша страна – это бы страна, которая строила социализм, общество социальной справедливости. Впервые в мире были установлены бесплатность образования, бесплатность социального обеспечения, бесплатность здравоохранения, ликвидация безработицы и так далее, и так далее. И вот реально воплощение этого, материальная база этого была создана, конечно, в сталинские пятилетки. Вот, скажем, взять только несколько цифр. Врачи. Тринадцатый год – 28 тысяч врачей. Пятидесятый год, конечно, 155 тысяч. Медперсонал. Тринадцатый год – 46 тысяч. Пятидесятый год – 472 тысячи. Больничные учреждения. Тринадцатый год – 5,3 тысячи. Пятидесятый год – 13,8 тысячи. Больничные койки в четыре раза увеличились. Детские сады и ясли. В двадцать седьмом году. Две тысячи. Пятьдесятый год – 25 тысяч. Вот какие темпы развития. Ну, страна в это время бешено развивалась. Семнадцать процентов ежегодно предвоенные темпы. Сейчас вот мы восхищаемся Китаем. Девять процентов. А у нас в два раза больше было. Два раза больше. Семнадцать процентов ежегодно. Тот путь, который пробежала страна за сталинские пятилетки, Америка проходила 40 лет. Хотя в это время, для того времени, Америка развивалась невиданными темпами. Ну вот, возвращаясь опять к социальному. Пионерские лагеря, которых не было никогда в мире. Ну, были байскауты, ну, и такого масштаба. Развитие физкультуры и спорта. И вот, с довоенного времени смертность сократилась почти в два раза. С тридцати двух и четырех десятых на тысячу человек до семнадцати и четырех десятых в тридцать девятом году на тысячу. Ну, как нам говорят, Сталин – это палач. Велихов выступал недавно. В это совершенно секретно. Вот, некоторые, говорит, молятся на Сталина, как на икону. А вот Анна Ахматова сказала, что это самый кровавый палач. Ну, во-первых, Анна Ахматова – это… Где она сказала, это неизвестно. Зато известно, что в сорок девятом году она опубликовала два стихотворения в честь Сталина по случаю его семидесятилетия. Но Анна Ахматова, как специалист по истории, я не слышал. Да, лирические стихотворения, там, переживания и прочее. Но залил кровью страну страшный человек. В двадцать втором году 136 миллионов в нашей стране, в СССР. В сороковом году 194 миллиона. На 58 миллионов больше. Правда, миллионов 15 – это за счет западных областей Украины, Белоруссии и Прибалтики. Но чистый прирост 43 миллиона человек. У нас за такой же период убыль… Ну, то есть, что же, значит, и вот получается по этой чудовищной логике Сталин – палач, который уничтожал народ, вёл геноцид против народа, а нынешние времена – это просто разлюли малина, молочные реки, кисельные берега. С точки зрения буржуазии. Ну, правильно, правильно, правильно. Да, они читают законодательно. Наконец, сколько говорят о том, что страна была оболванена, сколько говорят о том, что вот это, мы должны освобождаться от этого страшного сталинского наследия. Это были недавно, совсем не до вчера, смотри, он лечено. Он говорит, неграмотные руководители, неграмотные руководители. Да, сталинское наследие – это культурная революция в стране. В 1922-1923 году 89 тысяч общеобразовательных школ, в 1940-1941 в два раза больше – 199 тысяч. В 1914-1915 год обучалось 10,5 миллионов человек, в 1940-1941 – 47,5 миллионов человек. Страна была же неграмотная, причём неграмотность, которая очень бы плохо изживалась. Я как-то не поленился, посчитал, если бы темпы ликвидации неграмотности в Центральной России осуществлялись, темпы ликвидации шли бы такими же темпами, как до революции, ну, где-то к середине 20-го века, может быть, удалось бы ликвидировать в Центральной России. В Сибири – только к концу 20-го века. В Средней Азии – через 500 лет. То есть, ну, там поголовная была неграмотность, и она не менялась просто. Вот, библиотеки. 13-й год – 12,5 тысяч библиотек на Россию и 9 миллионов экземпляров книг. 50-й год – 123 тысячи библиотек и 244 миллионов экземпляров. Клубы и клубные учреждения – 200 в России в 2013 году, 125 тысяч в 50-м году. И вот нам говорят, что это было страшное время, когда люди не веселились, они все были мрачные, запуганные. Нет, поощрялась самодеятельность, поощрялось искусство, театры. Сталин придавал огромное значение развитию театра лично. Ну, он был меломан, можно сказать. Последнее, что за день вот до того, той роковой ночи, 27 февраля, он поехал в Большой театр. Смотрел «Лебединое озеро», все то же самое, роковое «Лебединое озеро», которое вот как-то играет у нас роль в истории. Он посмотрел, поблагодарил артистов за филигранную работу, как он выразился, и поехал на дачу. Особенно он любил оперу. Он иногда приезжал просто вот послушать какую-то арию в ложу. Причем он возмущался всеми этими переделками неуместными, когда в угоду, так сказать, современной советской конъюнктуры убирали хор «Слався, слався». Как так? Почему убрали? Восстановить. То есть он менял даже содержание каких-то спектаклей, поощрял драматические спектакли, наблюдал за ними. Методом поощрения стали ордена, которые присуждались деятелям культуры, сталинские премии. Причем опять это очень все внимательно. Все книги, которые представлялись на сталинские премии, были им прочитаны. Он прочитывал книги, он мог по делу сказать, что там ценное, что достойное, почему вот эти критики не правы, нападающие на ту или иную книгу. Это, опять-таки, возвращаясь к Большому театру, как к празднованию, вспоминаю 175-летие Большого театра. Это превратилось в всесоюзный праздник. Ну, сейчас вот всесоюзный, всероссийский праздник – это ремонт Большого театра. И возмутительные постановки Руслана и Людмилы, там и другие издевательства над классикой и так далее, и так далее. Ну, вот говорят, деспот, деспот, он все подминал под себя. И забывают, что у нас появилось в России институт тайных, прямых, равных выборов без дискриминации после 1936 года по сталинской инициативе. Он вступил в конфликт с очень многими деятелями партии на этой почве, но он настаивал прямые, тайные, равные, без какой бы то ни было дискриминации. Когда, как, говорит, эти бывшие кулаки пролезут к власти, попы захватят власть в Верховном Совете. Он на это отвечал, отвечал публично, говорит, да, во-первых, не все бывшие белогвардейцы, не все попы, не все кулаки – враги советской власти. А если мы пропустим врагов в Верховный Совет, это уже позор наш. И никакие административные меры тут не надо применять. Это позор нашей агитации и пропаганды. Бюллетень, который утвердил Сталин, именно по его настоянию, там было написано – оставьте в бюллетене фамилию одного кандидата, только одного кандидата, так выделено крупными, только одного кандидата, остальные вычеркните. Он исходил из того, что будут альтернативные выборы, что будет несколько кандидатов. В августе 1937 года это было уже договорено, но сопротивление подавляющего большинства членов ЦК привело к тому, что альтернативные выборы не состоялись. А бюллетень уже нельзя отменить, Сталин утвердил. И вот бюллетень, в котором был вписан один кандидат, все равно там была надпись – оставить только одного кандидата. И этот бюллетень оставался вплоть до 1991 года. С ним шли на выборы при голосовании вот Ельцина и других – это сталинский бюллетень. То есть, взгляните на карту России, вот посмотрите на политико-административное деление. Ведь эти границы были не просто утверждены Сталином, а он решительно воспротивился переделке этих границ. Он заявил о том, что у нас, говорит, очень любят, говорит, вечно перекраивать границы, оставить, записать в Конституцию, какие есть области, какие края, какие республики, какие автономные области и так далее, и так далее. И вот они остались-то в основном без перемен. Более того, взгляните на, вот, скажем, Украина и Белоруссия. Как была прочерчена граница между западными областями Украины и Белоруссии? Об этом есть воспоминания Пономаренко. Он говорит, говорит, когда мы пришли, Хрущев, как руководитель Украины, и Пономаренко, как руководитель Белоруссии, и к Сталину, Пономаренко исходил логично, что там, где живут белорусы, там они перейдут в Белоруссию. А Хрущев так нарисовал границу, что все переходит почти к Украине, в том числе Брест, там Белосток и так далее, и так далее. Ну, заспорили, Сталин поддержал Пономаренко, ну, сначала пошутил, ну, что, говорит, Гетманы, не передрались, пока войско друг на друга не ведете. Потом сказал, говорит, я понимаю вас, Никита Сергеевич, вы хотите, на Украине нет леса, и вы хотите прихватить Полесье. Ну, давайте отрежем вам немного Полесье. И вот эта граница так и осталась, и никто не протестует сейчас на Украине, что это сталинская граница, ее надо, вот, памятники там Голодомора, они воздвигают. А вот то, что граница сталинская, это не учитывают. Литва, какая ненависть к сталинизму, к Сталину. А не было бы Сталина, не получили бы они ни Клайпеда, ни Вильню со своей столицей. Потому что по настоянию Сталина Вильню было передано Литве и стало Вильнюсом. Клайпед Меммель, немецкий Меммель, он вошел в состав Литвы уже после 1945 года. Хотя Литва не сыграла большой роли в Великой Отечественной войне, но она получила приращение. Вильню – это фактически белорусский город. Что? – Но Вильнюс по существу же город Белорусский был. – Там минимальное было население литовское. – Княжество. – Вот. Потом Польша. Границы Польши Сталин не только прочертил, но и отстаивал на всех конференциях Большой Тройки, что Польша должна получить западные земли. И они остались сейчас. Это тоже сталинские границы. Границы Болгарии и Венгрии – это все, так сказать, усилия Сталина. То есть, даже если взглянуть просто на карту, вот это наследие, это тоже сталинское наследие. – Ну, наконец, если вспомнить Организацию Объединенных Наций. Ведь устав Организации Объединенных Наций с его принципом единства пяти великих держав, единства голосования – это принцип, который отстаивал Сталин. Сам это подписывал тогда устав Громыко по поручению правительства. Это тоже все сведомо Сталина, и все эти положения Организации Объединенных Наций были проверены. Ну, вот, казалось бы, даже часть вот того, что сделано Сталином и не утратило актуальности и ныне, позволило бы по-иному к нему относиться, чем относятся сейчас в нашей стране и за ее пределами. Но произошло вот что. Дело в том, что многие, конечно, проблемы советской страны были связаны, во-первых, конечно, с объективными трудностями. Никогда в мире социализм не строился на таком огромном протяжении земной поверхности. Во-вторых, субъективный фактор – кто был руководителями. Вот 17-й съезд партии, выходят лозунги – это съезд победителей. Кто эти победители? Председатель мандатной комиссии Николай Иванович Ежов говорит, 80% делегатов съезда составляют те, кто составляют ядро вот нашей партии. Это люди, вступившие в партию до 1921 года, прошли гражданскую войну и так далее. Он немножко не был точен, потому что надо было дифференцировать, конечно, тут. Дело в том, из чего действительно состояла партия. Февральская революция, 24 тысячи большевиков, которые прошли годы упорной борьбы в подполье, в тяжелых условиях, где они учились марксизму и на практике, и в теории. Они изучали капитал Маркса, они читали, это было очень тяжело. Ну что образование у Кагановича? Хедер – это еврейское училище, и два года школы. Но он учил капитал, он заучивал капитал, изучал его истовым образом. И уже в 1917 году он выступает на митинге в Донбассе, где среди слушателей находится Хрущев, который потом этим очень ловко использовал вот этот факт своего пребывания на этом митинге. Это люди, которые были теоретически подготовленными. А кто вступил в 1917 году? Вот их было 24, а тут сразу 300 тысяч влилось в партию. Зачастую это были люди, не умудренные теоретической подготовкой и не имевшие никакого опыта политической борьбы. Они были на митингах, они слушали речи ораторов. Вот это очень ярко описал Аркадий Гайдар. Как вот он, Аркаша Голиков, пошел на митинг, услышал, вот пламенная речь анаркиста, здорово говорит, а вот СССР, еще лучше. А вот кто-то выступает и говорит, да здравствует светлое царство социализма. Это очень понравилось Аркаше. И он пишет заявление, хочу вступить в большевистскую партию, чтобы войти в царство социализма. Это было на эмоциональной волне. Очень многие люди, которые вступили самыми чистыми намерениями, они, в общем, хотели лучшего, хотели революции. Если первые люди, 24 тысячи, это были тщательно подготовленные кадры, но знавшие, что реально пока у большевиков никаких шансов прийти к власти нет. Эти уже на что-то надеялись, надеялись на быструю победу. И, наконец, пошел третья волна. 350 тысяч тех, кто вступил в партию в гражданскую войну. Вот тех, о которых Ленин иногда говорил. Эти, говорит, так называемые коммунисты 19-го года разлива. Это уже знали, что это правящая партия. Причем партия, которая такая с властными полномочиями, которая может командовать. И тут наряду, опять-таки, с честными, смелыми, замечательными людьми вступало немало и недоброкачественного элемента. Ну, вот для примера можно привести судьбу одного слесаря с Юзовского забоя, который очень был говорлив и уже стал председателем Рученковского совета на Донбассе в 1917 году. Правда, неизвестно, какой партии. Не то СССР, не то меньшевик, не то беспартийный. Да, Никита Сергеевич Хрущев. А потом вдруг узнает Никита Сергеевич, что в его родной Калиновке-то в это время землю делят помещичью. И он бросает все свои эти посты и едет делить землю. Он делит землю, а в это время ситуация меняется. И Никита Сергеевича забирает в Красную армию, уже призыв. Но в армию он вступает быстро в большевистскую партию. И очень быстро становится комиссаром стройбата. И вот стройбате он прошел всю гражданскую войну. В общем, не на передовых позициях был. Но, тем не менее, говорлив, умеет произнести яркую речь. И таких вот было немало. И дело-то в том, что уже в 2020 году анкетирование показало, что среди членов партии людей с высшим образованием процента 2-3, процентов 10-15 со средним образованием. Остальные низшие, домашние и какое-то никакое. И какой-то процент неграмотных. Это более-менее соответствовало уровню образования всей России. Россия была тогда очень неграмотная, необразованная. Но у них была власть. Потому что, вот скажем, по анкетах писали, 57% всех членов партии – это рабочие. Но в 2020 году они уже не работали. Работало там процентов 12. Они уже имели начальнические должности. Да, крестьяне. Там что-то процентов 15 было из крестьян. Но ни один уже крестьянин не пахал землю. Они уже были начальниками. И вот это привело к тому... Да, на первых порах, может быть, это было и не так страшно. Они деловитые, энергичные, они говорливые, они могут захватить своими речами, поднять энтузиазм. Но они не росли. Они не развивались. И в это время уже страна получила возможности дать огромной массе людей неплохое образование. Уже появлялись свои специалисты. А у власти оставалось, вот как сказал Николай Иванович Ежов, вот эти кадры, 80% – это те, кто вступил до 2021 года. Они 20 лет уже, ну, 17 лет в 1934 году у власти. Поэтому товарищ Сталин ужасно любил картину «Волга-Волга». Вот это Бывалов, это его главный враг. Вот, вот против кого он боролся. Вот против этих людей, тупых, ограниченных, самоуверенных, карьеристов, которые губили дело, которые проводили коллективизацию ненужно командными методами. И Сталин был вынужден выправлять, посылать хлеб разграбленному Верхнедонскому району по просьбе Шолохова, потому что вот эти деятели, они старались быть первыми, они устраивали соревнования, какая область быстрее коллективизируется. Задания сначала по коллективизации небольшие, но они гонят валы, вот они стараются. Поэтому все время, товарищ Сталин говорит осторожно, говорит, что уровень образовательный плохой, теоретически слабо подготовленные кадры. Надо переучиваться. Наконец, в февральском, мартовском пленуме 37-го года он говорит, что надо всех переучить, всех снизу доверху. И вот выдвигает программу переобучения всех руководителей партийных организаций, начиная с первичек. Там 100 тысяч руководителей первичных организаций, столько-то руководителей районов и так далее, и вплоть до политбюро. И не случайно в это время в политбюро не было ни одного человека с высшим образованием. Нужно было переучивать людей. Но они этого не хотели. Они этого не хотели, особенно когда появилась идея альтернативных выборов. Это значит, люди-то будут судить по делам, по уровню этих людей. А вдруг они пролетят. И вот тогда, как зараза, пошли заявления о том, что вся страна опутана сетью контрреволюционных центров. Бывшие кулаки, бывшие эсеры и прочие, и прочие, вот они готовятся прийти к власти. Зарубить эти выборы, сорвать эти выборы. Первый представляет такой список эйхи, и там значатся 10 тысяч людей в Западно-Сибирской области на расстрел. Тут же посылает свои списки хрущев. И половина секретарей шлют такие списки. Сталин, Молотов, Ворошилов, Калинин оказались в меньшинстве. И вот тогда, но вот эти организаторы этих... Их поддержал Ежов, сам выходец из партийной номенклатуры. Вступивший в партию в 1917 году, он стал жертвой интриг в Марийской автономной республике. Но вот, оказавшись на порсту наркома внутренних дел, он решил помочь своим коллегам по партии. Вот сейчас существует такой миф, что, дескать, в 1937 году пострадали в основном члены партии. Это не так. Это придумал Вадим Кожинов с благими намерениями. Он просто неплохой писатель, яркий писатель, критик. Позиция его хорошая, такая патриотическая. Но он очень плохо знает исторические факты. И вот он берет две цифери. Сколько было членов партии на 17-м съезде и на 18-м съезде. Посчитал, это нетрудно, с помощью вычитания. Оказывается, на миллион триста тысяч на 18-м съезде оказалось меньше членов партии. Это совпадает с числом репрессированных в 1937-1938 году. Кожинов делает простой вывод. Ага, они были репрессированы. Взял их и расстрелял. А это было не так. И он сказал, что 90% всех репрессированных были члены партии. На самом деле 8%. Ну, ошибочка небольшая, так, в 10 раз. И в учебнике это вошло. Уже наши дети учатся, что было репрессировано миллион триста тысяч. Это все злая воля Сталина. Но он подозревал всех этих своих коллег во враждебной деятельности. Именно поэтому были развязаны репрессии и так далее. На самом деле половина репрессированных были бывшие кулаки. Их было нетрудно очень вычислить. Потому что бывшие кулаки сначала их там сослали, а потом они вернулись в те же деревни. И все прекрасно знали, кто бывший кулак. И сообщить об этом было очень нетрудно. Четверть примерно это были бывшие уголовники. Ну, тоже очень нетрудно узнать, кто сидел в тюрьме и так далее. И около 25% отнесли к такой категории контрреволюционеры. Это, как правило, члены бывших партий. Вот эти меньшевистские, эсеровские. Но туда же отнесли и коммунистов. Вот как от них попали коммунисты? Дело вот в чем. Что в чем была хитрость вот этих партийных деятелей. Они хотели не столько запугать людей на этих выборах, и даже не столько сорвать вот эти альтернативные выборы, сколько избавиться от возможных конкурентов. Когда это еще есть такой рассказ английского писателя Честертона, где никак не могут выяснить, зачем, говорит, генерал устроил сражение, заведомо послав на гибель целый батальон. Оказывается, он убил одного человека, и под это сражение, вот подсунуть этот... Это... Да-да-да-да. Вот то же самое происходило и у нас. Если посмотреть состав МГК, МК партии, районных комитетов партии Московской области, то есть тем хозяйством, которое руководил Хрущев, то можно увидеть, допустим, там 65 членов МГК, из них 63 были репрессированы, сведомо Хрущева. И в 88-м году это признали. И вот так они старались избавиться, убрать этих возможных, кто может составить им конкуренцию. Но они запутались, потому что они начали убивать сами себя. Допустим, в Узбекистане первый секретарь Икрамов говорит, что предсов-наркома Хаджаев – это скрытый враг, шпион, агент всяких империализмов и прочее. Хаджаева сажают, но на свободе остаются родственники Хаджаева. И через пару месяцев подоносом сажают самого Икрамова. И потом они оказываются вместе на одном процессе, на одной из камьи подсудимых, рядышком. Начали топить друг друга. Создавая вот это, сама идея репрессии была ужасна, потому что развязали руки самым безответственным людям, которые старались утопить конкурентов. Ну вот Михаил Громов, знаменитый авиатор, он говорит, летчики писали на коллег, там конструкторы на конструкторов. Соседи на соседи и так далее, и так далее. Вот это, конечно, не могло пройти мимо советского руководства. И когда выяснилось, что, да, почему действительно столько так сократилась партия? Потому что что такое вот один человек, которого сажают? А кто его рекомендовал в партии? Ах, вот трое рекомендовали. Ну, значит, вы, 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 вы потеряли бдительность. Вас исключить из партии. А кто принимал решение? Кто был секретарь парторганизации? Ах, вы были. Секретарь бюро входили вы, вы. Исключить из партии. А родственники у него есть? Тоже исключить. Получается, на каждого репрессированного до девяти исключили из партии. Вот по поводу этих безобразий, наконец, Сталин решил действовать руками тогда еще совершенно незаметного человека Маленкова. Он не входил ни в политбюро, все. И вот в январе 1938 года Маленков выступает с докладом, где приводит вопиющие данные о том, как клеветники топят других членов партии. Какое началось безобразие. Ну, это долгая и печальная история. Что-то удалось, удалось в конце концов судить и Ежовщину, и Сталин, и Молотов подписали вместе постановление, где разоблачали, что никаких следственных действий элементарно не проводилось. Протоколы оформлялись при допросах постфактум, что многие улик не собиралось, и так далее, и так далее. Это все было разоблачено не Хрущевым, а в ноябре 1938 года постановлением Совнаркома и ЦК партии. Но, к сожалению, ситуация была такая, что от всех вот этих людей Сталину не удалось избавиться. Остались очень многие люди вот этого разлива 19-го года, что ли. Приближалась война. И надо было, конечно, полагаться на то, что имеется в руководстве. В 1951 году Сталин ставит вопрос. Он вызывает ученых, философа Чеснокова, политэконома Шипилова, и говорит, без науки мы погибнем, без теории мы погибнем. Надо решительно все менять. Люди неподготовлены пишут в первых строках своей работы экономические проблемы социализма, что низкий уровень теоретической подготовки, что совершенно не представляет собой элементарных каких-то основ теории. И он выдвигает других людей. Наконец проходит 19-й съезд партии, где вместо старого руководства, в котором было человек 12-13, избирается новая из 36 людей, 24 члена президиума и 12 кандидатов. Все новые имеют высшее образование. Три доктора наук, философии, экономических наук, права. Совершенно уже новое руководство по своим качествам. Это вызывает тревогу среди ветеранов. Они очень обеспокоены. А что с нами? Положение вроде их не изменилось, но тем не менее. И вдруг в декабре 52-го года товарищ Сталин вносит предложение. Он уговорил уже на октябрьском плену, что я устал, я хочу уйти в отставку с поста, по крайней мере, председателя Совета Министров. Он вносит предложение назначить председателем Совета Министров Пантелеймона Кондратича Пономаренко, заместителя председателя Совета Министров и секретаря ЦК. Назначить его председателем Совета Министров. Он знал хорошо, это человек с высшим образованием, работал на современном производстве, блестяще показал себя в годы Великой Отечественной войны как руководитель партизанским движением. Умелогово руководил Белоруссией по восстановлению Белоруссии. И вот Пономаренко выдвигается на этот пост. Предпринимается такой необычный ход Сталина. В это время его личный секретарь Паскребышев становится секретарем президиума ЦК. И вот обычно все решения правительства визировались. Сначала подписывал главный, потом те, кто по рангу пониже, а здесь все пошло наоборот. Сначала Паскребышев пошел к секретарям, которые не входили в президиум, Арестову, Пекову. Они подписали. Подписали кандидаты. И потом стали, значит, Молотов подписал, Микоян подписал, Каганович подписал. Не подписали четверо. Не подписал Булганин, Хрущев, Берия, Маленков. Они не подписали. А дальше вот разыгрывались вот те события, с которых я начал. То есть, и что произошло? Сталин еще был жив. Да, у него была агония. Но за два часа до того, как он умер, было создано совместное заседание Совета Министров, Президиума Верховного Совета и Президиума ЦК КПСС, где срочно были переформированы все руководящие органы. Все те, кто был избран после 19-го съезда, все были исключены. За исключением Первухина и Собурова. Вот двое только было. Два исключения. Остальные все были исключены. Что касается Пономаренко, то в течение последующих дней он был лишен поста зампредседателя Совета Министров, он был лишен поста секретаря ЦК, и затем вдруг объявили, что у нас срочно нужно создавать вот сталинские траурные дни, это все не знают, куда мы пойдем. Нет, надо создать Министерство культуры и назначить этим министром Пономаренко. То есть вот если кто-то что-то слышал, что какое-то назначение Пономаренко готовил, да нет, речь шла о Министерстве культуры. И то был он министром культуры, а затем в Казахстан его, в Казахстан, вот оттуда, куда-то в Польшу, Непал послом и так далее, чтобы забыли, как страшный сон об этом Пономаренко. Это фактически был государственный переворот. Это фактически была ревизия решений 19-го съезда партии и решений, которые были направлены на активизацию жизни партии, на обновление руководства. Вот то есть Сталину не удалось провести, осуществить вот то, сделать наследием то, что он хотел сделать в последние годы его жизни. Хотел ли Сталин вообще отойти от дел? Вряд ли. Он хотел заняться теорией. Возможно, он сохранил бы, конечно, ну как Дэн Сяопин вот в Китае. Отошел от дел, но реально руководил делами все, и ведь Дэн Саопин, а текучка уже вот Дзянь-Дзиньбао там и так далее, и прочее, и прочее. То есть, конечно, Сталину далеко не все удалось, но вот то, что у нас есть сильного, мощного и позитивного, вот этому мы во многом обязаны товарищу Сталину. Поэтому вот в эти дни мы, конечно, должны лишний раз вспомнить и исторический путь, пройденный Сталином, и работы, которые он, и обратиться к его трудам, потому что в его трудах заложены основы вот этого метода его работы. И он скромно всегда называл это вопрос и ленинизм. Он действительно развивал идеи ленинские, был верен и всячески отвергал попытки говорить о сталинизме. Это вот сейчас такой Гурджиев появился, который доказывает, что сталинизм – это высшая ступень развития, что марксизм – это арифметика, ленинизм – это высшая математика, а математика, а Сталин – это дифференциальное уравнение. Ну, это совершенно убогая в идейном отношении книга, но Сталин был учеником, он несколько, на Октябрьском пленуме говорит, «Я ученик Ленина, я ученик Ленина». Вот, ну, к сожалению, с 1956 года труды Сталина фактически оказались под запретом. Мы перестали изучать их, мы перестали читать его работы. А очень же важен его исторический метод анализа действительности. Не просто вот при казном порядке то, да то, да то сделать, анализ, почему мы подошли к этому историческому времени. Вот всегда же у него первый этап, второй этап, третий этап, десять сталинских ударов там. Как превратить, почему одно превращается в другое? На основе диалектики общественного развития, такие-то движущие силы, как они преобразуют? Вот сталинский метод, конечно, сейчас очень нужен, и поэтому, говоря о том, что Сталин с нами сейчас, надо говорить о том, что Сталин, и, конечно, это во многом будет определять наше будущее. Все вот, что я хотел бы сказать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!